У нас есть проблемы с медицинскими патрами, проблемы с педагогическими патрами. Есть проблемы у нас сейчас с патрами... Да, проблема теперь имеется. Большинство неукликтованных должностей представляют себя сотрудники участковых полномочных, сотрудники ППС. В настоящее время кадрами управления проводятся активные работы, в частности привлечения граждан на службу в полиции, в том числе и с гражданами, которые охлечены службу в армию. У нас, как Вы сказали сейчас в докладе, увеличилось количество преступлений в сфере телефонного мошенничества. У полиции и в законодательных актах появились новшества для привлечения лиц к ответственности. И они были перевезены еще позав прошлом году, выражаясь в тяжких преступлениях, ведь с чем ответственность за них кратно увеличилась. Вместе с тем, несмотря на неоднократные задержания и привлечения групп в уголовную ответственность, это ведо общероссийское. В общей сложности и статистике однократных правонарушений в тяжких составах, в том числе и в Балако и в Саратовской области Российской Федерации, в настоящий момент приходится именно на дистанционное мошенничество и кражи с использованием этих технологий. Сейчас нам с вами, если есть возможность, необходимо кратно увеличить профилактическую работу с населением, и в особенности с разъяснениями слоя населения с возрастом от 40-45 лет. Они наиболее подтверждены таким мошенничеством, потому как слабо владеют знаниями о дистанционном методе работе именно со своими счетами. В последнее время несколько пожаров давили здание, и общественные предполагают, уважают опасения, что таким образом поджигают здание. Вы, как представители внутренних дел, насколько видите подобную версию поджога? Благодарю за вопрос. Во-первых, на чем основывается наше убеждение за заключение о технических свидетелях? По акту поджогу в настоящий момент не было, либо такие сведения к нам не доступны. Второе. Я в городе на протяжении около года пока еще не видел тенденции к, скажем так, обильной застройке строительных площадок и освобождению площадей под них. Земельные скорости вопросов здесь также возникают. Смысл причинили ущадку граждан за это, опять же, нет. Какая-то оперативная информация к части лиц, которые осуществляют бажор в здании или сооружении, нет.